Так, ну теперь ваша любимая либеральная тема. Вы же ведь либерал. Так а вы же тут стоите у нас на либеральных позициях. Я на либеральных. В данном вопросе. Я на либеральных позициях. В каком данном вопросе-то? Ну, вопросе, что важнее. Ну, как бы предтечей нашей вот этой темы, конечно, служил снос ларьков в Москве, по всей Москве, которые теперь уже объявляют по всем городам, уже и в Крыму, говорят, снесут тысячу штук. В Питере 400 только в ближайшие несколько дней. А чем объясняют-то? Ну, благом народа. С чем еще можно объяснить? Все эти вещи у нас объясняют все для блага народа. Конечно, объясняют это там и незаконность в строении, и улучшением образа города, архитектурного, там, не знаю, визуального, какого угодно. Ну, тут, в общем, образа города, наверное. Переходя к... обобщая это дело, да, мы с вами планировали поговорить, что важнее, законность или общественное благо. Как его понимает, как конкретный чиновник. Нет, ну, тут вопрос, просто ряд вопросов возникает. Ну, вот, кстати, они незаконно возведены, да? Почему? Они незаконны, они же судом признаны. Нет, ну, они говорят, что, они говорят, это самострой. Нет, нет, они говорят, самострой в Москве, я могу себе представить так, принес стол, раскладной, разложил и продаешь. Сложил, ушел, вот незаконно. Самостроем это называют те, кто ломает. Ну, я понимаю. Да, но суд Российской Федерации, в том числе и Верховный суд, там есть строения, которые признаны Верховным судом законными, да? То есть, это законная частная собственность. То, что говорят ломающие, понятно. Это как в драке, знаете, двое дерутся, и оба правы, да? Слушать одного здесь бессмысленно, но есть постановление суда. И это как бы документ, который не просто одна из сторон, на которые одна из сторон опирается, да? Это документ, которому мы все можем верить, так как суд у нас честный, неподкупный. Это всем известно. Даже либералам. Таким, как вы. Нет, ну я так у вас консерватор. Кто я там? Ну, не суть. Ладно, оставим. Это вы либерал. Споры о политических предпочтениях. Вы-то на чью сторону склоняетесь? Да я как-то вот не очень понимаю, вот честно говоря. Я, конечно, не оспариваю то, что они незаконно заведены. Сказали незаконно, значит, незаконно. Нет, одни сказали незаконно. Можно я расскажу-то? Одни сказали законно. Ну, вы мне предложили сказать. Ну, так вот, очень интересный момент. Вот я вот так реальную жизнь представляю. В Москве я ничего не строил, но где-нибудь в провинции. Попробую что-нибудь такое вот построить и подключить к коммуникациям. Это же сколько согласований пройти. Вот как это не согласовывая ни с чем, что-то такое в Москве можно построить, да еще в достаточно центральных ее частях. Это просто невозможно. Это значит, какой же уровень коррупции был, простите меня, если незаконно все это можно было делать. Вот такой вопрос. А потом такая вещь. А кому это нужно, вот снести эти ларьки? Ну, красота города, ну, понятно. Ну, уж это уж как-то пьес такая была, «Миллион за улыбку», не помните? Ну, была такая пьеса, что там какое-нибудь украшение на доме в миллион станет стоить лишнее, работа архитектора. А это вот, чтобы кто-то улыбнулся, да, «Миллион за улыбку». Ну, вот людям неудобно. Кстати, программа сноса всех этих ларьков, она давно уже в Москве работает, года два. Да, я с ней тогда еще столкнулся. Сначала это такой был, крытая такая галерея, я по ней с работы шел и покупал все, что нужно. Потом галерею снесли, потом положили вот эту вот плиточку, а потом на этой плиточке стали каждое воскресенье, субботу, по-моему, да, ставить какие-то такие вот палатчики одноразовые, однодневные. И там что-то такое открытым образом продавать, да. Вот, вот как-то вот не совсем было это внятно. Я вообще, на самом деле, предложил бы вам приподняться над этим на уровень выше. На уровень выше. Да, и попробовать порассуждать на тему, что важнее все-таки требования общества. Требования общества. Интересы общества в том, чтобы у всех была работа. А тут же люди конкретно лишаются работы. Ну, и частная собственность, кстати. Есть представители общества. Что значит интересы общества? Красивый вид из окна. Есть представители общества. Выборы мэра Москвы прошли. Мы избрали мэра Собянина. Мы же избрали все вместе его, правда? Ну, я не... Я был против. Я не избиратель. Не суть. Я избиратель, я проголосовал, я был против. Но я, друг за другого кандидата, голосовал. Но суть в том, что большинство за него проголосовало, так или иначе, да. Он, как наш представитель, говорит, вот я решаю ваши интересы и сношу к чертовой матери ларьки. С другой стороны, у них есть утвержденная нашим государством бумага, в которой написано, что ты собственник этого дела. Частная собственность, как известно из Конституции, неприкосновенна. Соответственно, что тут важнее, кто тут главнее, кто кого заборет, как любят говорить в детстве, да. Ну, вот мы-то в старости любим говорить немножко не так. Мы говорим про, а нет ли тут какого заговора, нет ли какого злоумышления. Да есть он заговор всегда. Ведь не хотят ли возбудить определенное свое общество. Да само собой, все хотят возбудить общество, хотят возбудить. Кто-то хочет нажиться, кто-то навариться, кто-то отстоять. Это понятно. Это всегда, эти интересы всегда будут. Это мы всегда готовы. Я просто, мне интересно понять, чем мы должны руководствоваться, решая такие вопросы. Интересами общества, которые представляет наш мэр, утверждая, что вот это все нам мешает. А что, соблюдение закона не является интересом общества? Вот, это хороший вопрос. Да, это как раз и является интересом. Но он же тоже действовал по закону, который приняла Дума, который там какое-то постановление, согласно которым. Видите, я ведь не гуманитарий, я человек старый и немножко, я бы сказал, такой вот подозрительный, повышенная подозрительность. И нет ли тут какого злого умысла? Не хотят ли возбудить вот некоторые слои общества? Ну вот, ладно, покупатели-то они не возбудятся. Они пойдут в сетевой магазин и купят там товар. А вот те люди, которые работают, лишатся. Не возбудятся ли они? А ведь некоторые магазины, им традиционно владеют представители некоторых, так сказать, национальных диаспор, которые проживают в Москве. Нет ли тут провокации? Я вот что боюсь-то. К чему это все готовится? Помните, как случилась революция в 17-м году? Все было тихо, хорошо, только вдруг, по непонятной причине, неизвестной причине, до сих пор историки не могут ее объяснить, вдруг на один день пропал хлеб в магазине. И случилась революция. Вот. Вот может, такой вот сценарий как-то пытаются повторить? Правда, не за один день. Хотя за одну ночь, ну, сколько снесли объектов, да? Не повторилось. Народ стал нас умнее. Мы не поддаемся на провокации. Вот здорово. Ты можешь у меня все отнять, но я не пойду к Буянти. Я пойду от него еще у кого-нибудь. Это называется не поддаваться на провокации? Ну, а... Мне очень впечатлила одна картинка в интернете, когда в американском городе, помните, там чернокожего убил полицейский, убил полицейский, убил полицейский, убил, там были волнения. Как это город называется, не помню. И там была такая красочная картинка. Они же там громили магазины, все там громили. Они это чернокожие граждане? Они чернокожие граждане, которые возмущались и параллельно грабили. Так. И... То есть они совершали, кстати говоря, противоправное действие. Противоправное действие. И владелец одного из небольших супермаркетов... Стоял с оружием в руках? С двумя М-16 винтовкой, он так выглядел внушительно, он так стоял с двумя М-16, защитник своей собственности. Да. Ну, в Конституции США записано право на восстание в случае узурпации власти. Право на восстание. Вы считаете, что пойти и погромить чью-то собственность, это восстание против полиции, да, американской, которая застрелила вот этого вот чернокожего подростка? Нет, нет, я как раз, мне нравится позиция вот этого собственника, который защищает ее всеми возможными способами. У него есть два автомата, это очень возможный способ защиты собственности. Да. Я как раз на его стороне, я согласен, что с тем, что... А вот эти чернокожие ребята, они спровоцировались по-дурному совершенно на противоправное действие. Их никакой суд не оправдает. И, кстати, то дело, которое рассказывали, заступались они за какого-то такой, знаете, вот, ну, это да, ну, шпана он был, короче. Да, да, бог с ним, я не про это вообще хотел. И то преступление, которое он совершил, он совершенно шпанистское такое вот. Я не про это речь веду, я про то, что защита собственности, даже с нарушением закона, хорошо ли это? Вот если вышел какой-нибудь владелец ларька, который, Верховный суд, сказал, это твоя собственность. Он вышел с зарегистрированным ружьем и застрелил пару человек, которые пытались ее сломать. Прав ли он был? Это были не хулиганы, это были представители власти. Да, но ему разрешение на собственность тоже выдали представители власти. И гораздо более высокого ранга. Ну, вот видимо, я вот и говорю, вот, может быть, заговор в этом и сосключал, чтобы такое спровоцировать? То есть вы полагаете, что это мэр Собянин? Я не знаю. Плетет интриги против Верховного суда? Я просто всегда боюсь какого-нибудь заговора, как бы что ни вышло. Как бы что ни вышло. В общем, обсуждать эту тему нет смысла никакого с вами. Ну, чему же? Надо позвать кого-нибудь, кто не боится. Так я говорю, нет ли тут какого-то злоумышления? Да есть злоумышление. Ну, что тут пригнать трактора без злоумышления? Ну, как они, сами приедут, что ли? Только со злым умыслом ездят трактора, что-нибудь сломать. Да. Другого не бывает. Я вон дом хочу построить, да и то один злой умысел у меня. Что бы где-нибудь раздобыть. А, ну это да, это другая статья. Другая статья, да. Вот. Уважаемая, кораж называется, кстати. Если попадете в статье, уважаемая, коража. Нечего вам, я так понимаю, сказать по данному вопросу. Ну, вот про холостки. Ну, вы на стороне собственника или на стороне представителя государства? Ну, в принципе-то я скорее на стороне собственника. Я за всех. А этот собственник, вы за собственника? Ну, не, ну, понятно, я вот на себя на его место ставлю. Ну, а что мы можем делать? Помню, у нас в советское время была такая проблема. Поднимать восстание? У тех, кто живет в частных домах, была проблема. Вот живем мы в этих частных домах. А дома все обычно в городах под снос, под снос, под снос, под снос, под снос. И вот чем старее люди, тем для них этот снос, так сказать, фатальнее заканчивается. Они, как правило, переезжают в квартиру и быстренько умирают, потому что жизнь у них сменилась. Они уже на старости лет уже человек не приспосабливается к новым условиям, к этой квартире, вот, да, вот. На каком-нибудь этаже, чтобы спустился на скамейку. Так у него был вот свой дом, понимаете? Ну, привычки, да. А тут вот так вот это все. И мы с ужасом это дело вот смотрели, собственники домов в свое время советское. Теперь, кстати, с этим гайку немножко отпустили. Вот в Москве есть своя специфика. Дело в том, что в других городах есть право собственности на землю. То есть там вот собственность, на которой вот стоит дом чей-то частный, она принадлежит, ну, этот участок, как правило, принадлежит хозяину этого дома, да? Вот, и даже был такой разговор, что сейчас должен учет вестись, вот, немножко иначе. У нас до сих пор пока вот отдельно собственность земли, отдельно собственность постройки. А так вот, ну, как вот постройка без земли мыслится, да? А как земля без постройки? Не бывает такого. То есть это такой, как это, имущественный комплекс, да, такое слово. Ну, и плати сразу вот налог, ну, у нас просто в интересах налогообложения все это делается. А вот в Москве, вот приватизировали квартиры, да? И не только, кстати, в Москве. И вот земля под этим домом должна, в принципе, принадлежать, быть в поевой собственности вот хозяев этой квартиры. А она в ней не состоит. Тут есть и объективные причины, как я представляю. Потому что не все квартиры на самом деле приватизированы, если отчасти осталось государственной собственности. А как кусок земли приватизировать, да? Вот непонятно. Под кого? Вот какая-то совместная собственность государства и частных собственников будет. Ну, и понятное дело, что тогда это просто убьет развитие Москвы, если земля будет собственной под этим домами частными, 5-этажными, 9-этажными, 19-этажными, да? А так хочется составить... Убьет развитие, да? Пока последний желез не согласится, ну вот в западные города там очень хорошо есть, вот помните, в советское время такие фильмы западные нам любили показывать, действия происходят где-нибудь, буквально трущоба, да, вроде город с приличным названием, какой-нибудь там Нью-Йорк или какой-нибудь там Чикаго, и вот персонажи проезжают в какой-то район, типа, большой дом, большой такой дом, видно, типа, как у нас сталинский такой, да, какие-то окна заколочные чем-то, и живет там, может быть, две-три семьи в этом во всем. доме, да, а потому что не выяснили, что вот эти права собственности и так далее, да, и вот у них огромные районы такого вот непонятного заселения, да, их невозможно снести, в Москве, в наших городах такого нет, так непонятный район, да, сейчас мы всех переселяем, квартира ваша собственность, да, мы вам компенсируем тем или иным способом, да, в зависимости от в данный момент действующего закона, и все, это под ковш сносим, и все, да, потому что это вот собственность уже. Ну, мне кажется, вы большой мастер наводить тень на плетень. Да нет, я вот это просто пытаюсь проанализировать, но, безусловно, я на стороне собственников этих самых. Есть вполне себе понятные механизмы, это выкуп, да, это вполне себе хороший качественный механизм, который действует... Нет, я не спорю, я не спорю. Очень редко, когда собственник отказывается вот напрочь продать за любые деньги, ну, это крайне редкая история. Вот Китай, Китай любит такую картинку показывать про себя, у них большая автострада, знаете, китайцы любят большие инфраструктурные проекты, потому что им некуда девать деньги, и они их девают на то, чтобы возводить такое нечто большое. Вот большая автострада, а некий собственник, кусочка, значит, земли, на котором стоит небольшой какой-то дом, вот, он, значит, не захотел продавать. И вот эта автострада вокруг него обходит, вот туда, к этому кусочку земли построен, то ли, по-моему, туннель с двух сторон, чтобы этот собственник мог попадать, не перебегая перед быстродвижущимся транспортом. Только что собирался вам эту историю рассказать. Да, 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 ну, так вот, так вот, оказывается, вот, вот, Китай, какой уважение к собственности! Так вот, потом разобрались, оказалось, что это, ну, красная пропаганда. Это такой вот пример, который бросается в глаза, все едут по автостраде, все это замечают. Ред пропаганда, знаете такой термин, да? И что, и прекрасная, хорошая пропаганда. Во многих других случаях этого там не делается. Может быть. И причем очень сурово там не делается, совсем сурово. Давайте так, если я пропагандирую какой-нибудь добрый поступок, при этом редко совершая добрые поступки, это не отменяет то, что пропаганда доброго поступка – вещь хорошая. Да? Вполне возможно, я не придерживаюсь этих качеств. Допустим, какой-нибудь режиссер снял замечательный добрый фильм, а сам подлец и скотина. В советское время западная пропаганда называла это витриной социализма, витрина социализма называла западная пропаганда. Это просто обман, говорили они. Вот отдельный пример. Вот пока, ну что же вы хотите, вот, хорошие и довольные люди, они все живут. Ко всем, ко всем гражданам. У вас есть, да, мне дали квартиру, я света здорова, а все остальные, Марья Петровна, это не получили. Даже если один человек говорит, что я не буду это продавать, ну и прекрасно, не продавай. Живи, сто лет, хорошо сто лет живи. Но в том-то и фокус, что вот это хорошо сказали только одному такому собственному. Есть сегодня, да нет, я говорю, что мы должны жить по этим правилам. Я не говорю, как должны жить китайцы, я говорю, как мы должны жить. Есть архитектурные объекты, которые там, на взгляд, это же все решает один человек. Два человека, десять человек. Но это решают люди. Люди, это всегда вкусовщина, правда. Вот им кажется, что там какой-нибудь ларек уродует облик района. А другим людям так не кажется. Это вкусовщина. Я все-таки думаю, что надо опираться на твердую почву, закон. Если государство тебе выдало право собственности, значит, государство отвечает за свои поступки, правда. Если оно дало тебе эту бумажку, значит, он должен, в следующий его шаг, если оно хочет снести твою собственность, выкупить тебе его по честным рыночным условиям. Предоставить тебе другое помещение. Я не знаю, всегда можно договориться. Граждане, собственники домов, они за время советской власти получали эти права собственности на этот участок много-много-много-много раз. И даже вот после гибели советской власти, и то они уже несколько раз получили эти права собственности. Не скажешь, что это было обременительно в финансовом отношении. Это не было особенно обременительно. Но оно как-то вот у нас все время как-то все-таки меняется. Вот я про это и говорю. Я согласен. Да, подтверждаю, да, это ваше. Всегда это плохо. Это все меняется. Еще раз подтвердили. У нас все время все отбирают. Я хочу, чтобы мы... Вы вроде не отбирали, но вроде... Когда-то начали жить по закону. Вроде как еще раз дали. Вот еще раз дали. Когда-то надо начинать жить по закону. Я вот, допустим, никогда не пользовался вилкой. Я не могу это приводить как пример хорошего поведения. Понимаете? Ну, слушай, мне там 40 лет я ни разу еще вилкой не пользовался. Начни, дружок, попробуй. Заставь себя. Тебе понравится. Это очень приятно. Да, по-моему, ложкой лучше. Вот, видите, ложкой лучше. Суть в том, что есть внятные, понятные законы. Законы, написанные нами, опять же, не кем-то там. Я просто хочу, чтобы их соблюдали. Если государство признало... Видите, это те, кто хочет похудеть. Следующий, следующий шаг у государства должен быть, если оно считает, что возведено строение незаконно, но у человека есть право собственности, оно должно не его наказывать, а всех тех, кто подключал, как вы точно заметили, коммуникации, выдавал это разрешение. Видимо, где-то получал, и у него где-то растет симпатичный особнячок. Да? Вдруг неожиданно. То есть, я предлагаю, чтобы компенсация шла вот из этих источников, а не из источника человека, который... Вот, знаете, человек, который решил заняться бизнесом? Вот бизнесом, да? Он берет миллион рублей, два миллиона кредит, идет, арендует помещение. Купить в Москве помещение очень сложно, да? Очень дорого. Арендует там помещение, салон сотовой связи решает. Вкладывает вот в этом. Он как должен действовать? Он приходит, говорит, кто собственник? Я собственник. Есть у тебя право собственника? Есть. Вот документы, вот все. Отлично, говорит. Я арендую, тебя помещаю. Заключает договор. Он делает там ремонт, завозит оборудование, завозит, закупает товар, проходит неделя, приезжает трактора, все это сносит. Вот он что должен? Он даже не собственник, он арендатор. Но он вложил туда деньги, у него законный бизнес, у него законные какие-то там инвестиции, да? Все это коту под хвост, просто потому, что люди в мэрии решили, что, в общем, это уродство. Ребят, хорошо уродство. Для вас миллион это не деньги. Возможно. Для города Москвы это небольшие деньги. Тоже возможно. Но для меня, собственника этого миллиона, это крупный удар по мне. Сильный, понимаете? Вот подойди ко мне, кувалды дай по голове. Скажите, дружище, в интересах города очень надо. Я понимаю, очень надо, но я против. Я понимаю, что городу без этого никак. Но я против, все равно. Это как разговор про все эти важные расстрелы при Сталине. Так надо было Родине, так-то. Это очень все понимаемо. Но я против того, чтобы меня расстреливали даже в интересах Родины. Вот честное слово. Ну, это прикрытие интересами, так же, как часто какие-то такие решения в городском хозяйстве. Я с этим согласен. Конечно, это только прикрытие. Там есть интересы, кроме интересов города и Родины. Это очень легко. А вот соблюдать закон, это тяжело. Говорить о добре гораздо легче, чем вести себя хорошо. Возвращаясь... Помните, мы обсуждали с вами фильм «Орлян»? Там мы говорили про совесть. Говорить о совести гораздо легче, чем жить по совести. Да, я знаю. И, кстати, есть одна из причин, почему это рассказать. Да. Потому что закон не всегда бывает заточен. На самом деле, они и в вашем либеральном цивилизованном мире, они тоже там постоянно совершенствуются, законы. И когда он стоит, медленно меняется, находятся люди, которые им пользуются в своих грешных целях, законам. Законы должны меняться. Ну, вот, тут надо как-то диалектически это воспринимать. Диалектически. На вот таком организме, как Москва, ждать ему московского пожара очередного, чтобы обновиться в город, это, конечно, безумие. Нет, ну, это неправда. Все время наше монтировать это можно. Опять же, это не единственный механизм. Можно... Есть простой механизм. Как говорил Остап Бендер, деньги, деньги самые надежные, хотя денег мало. Это, опять же, цитата из «12 стулья». Да. Хорошо, не получается с деньгами. Вы можете отремонтировать эти здания, вы можете благоустроить весь район, изменить его, в общем, внешний вид. Вот эти, вписать, вот эти строения, сделать их внешний ремонт. То есть, все это возможно. Я понимаю, что это возможно. Есть дизайнеры, есть ландшафтный дизайнер. Почему не получается? Почему не делается? Почему не делается? Я не знаю, почему не делается. Скорее всего, вот эти вот ваши внутренние интересы. Я могу теория заговора. Злой умысел. Можете теория заговора. Сто процентов. Я больше, чем уверен, что это заговор. Заговор одних людей против других людей. Как, в общем, вся жизнь наша, да, наш с вами тут заговор против центрального телевидения. У нас же есть заговор с вами? Мы же хотим свалить их всех и быть самыми популярными на планете. Нет, даже не пытаемся. Просто там. А у меня заговор, значит, против вас. Чтобы, понимаете, занять свою нишу там, чтобы нас там 500 человек посмотрело. А я хочу, чтобы нас смотрело миллионы. Ну, а вы не хотите захватить власть в космосе и на Земле? Хорошая идея захватить власть. Ну, в нашей галактике. В России стать президентом. Вы за меня проголосуете? Я бы за вас проголосовал. Ну, спасибо, но у меня права голоса нет. Почему? Так получилось. Вы бобровец? Да, я из Боброва. У вас же есть паспорт для гражданина Российской Федерации? Ну, Боброва. Бобровский паспорт. Запишите отдельный блог про бобровцев, про бобровский язык и про бобровский паспорт. Бобровскую страну. Страна Бобровия. Бобровия. Вы же окружены русичами, да, по кругу? Коломенцы там. Коломенцами окружены? А коломенцы окружены в свою очередь россиянами. Полями. Полями. А поля уже мы уже вокруг. Мы русские. Придите к нам на помощь через поля. Через поля, через леса. Ну ладно, вы эту тему в общем исчерпали, да? Мы каратенечко сегодня. Я рад. Все? Несмотря на то, что начальство просит как можно больше делать. Кулинарных переходов не будет у нас? Что за кулинарные? Нет у вас кулинарного перехода? Допустим, мы бобровцы едим бобров. Да нет, про бобров я думаю сейчас не надо, надо отдельно что-то тогда бобров. Причем я оставлю очень хороший кусочек про бобров и бобровцев. Да, бобров. У вас бобер на гербе? У нас нет герба. На гербе? Или на гербе? Как правильно? Ну его нет у нас. Хоть как не назовем. А как правильно? Вы же искали, что знаете русский язык. хорошо. На гербе? Не на гербе? Неправильно на гербе? Или допустимо? Ну, какой язык имеете? Московский, бобровский, это разные языки. Рязанский. Русский. Нет такого. Вот де-факто нет. Это вот считайте, что вот скажем, вот московский информативен. Вы знаете это? А вы знаете, что за сепаратизм у нас статья полагает? Я не сепаратист. Вы сказали сейчас нет русской государства. Скажите, пожалуйста, нет языка русского. Русский язык основа русской государственности. Открою вам простые истины. вот, значит, есть нормативный русский язык. Ну, это известная история, как я говорил, слово, которое называлось обеспечение, я так говорю. Программное обеспечение, жизнеобеспечение. А вообще по нормативам московским положено было говорить обеспечение. Это русский язык. Мне даже иногда переходилось передач переписывать, да, вот эти места. Место обеспечения говорит обеспечение. И тут значит президент наш Путин, он тоже не московский, он из Питера, и он тоже говорит, как я, обеспечение. И сказали, что можно и так. Ему да. И мне тоже. То есть против нас, против нас с Путиным, в общем-то говоря, никто вообще не стал. Мне кажется, что если он сейчас сделает какую-то пошел либеральный наезд. Непривичное какое-то действие, я не знаю, плюнет на тротуар, то пошел либеральный наезд. Вот они либералы какие. И это допустимо. Допустимо. Господи боже мой, ну вы либералы. Что же вы так не любите-то? Россию так не любите? Россию очень любим. А вы любите как раз. и дело, что мы не, знаете, это как вы пришли с какой-то болезнью ко врачу, да, а врач вам говорит, слушайте, надо вот это вам удалить. Что же вы меня так не любите-то, доктор? Он же говорит, не из-за любви к вам или нелюбви, а потому что это необходимость. Намеки ваши страшные и антиконституционные. А это не намеки. не намеки. аллегории. Ага, так вот аллегории ваши. И в аллегориях не может быть антиконституционности. Понимаете, это как судить режиссера Прошкина за эти презрения к русскому народу. Это аллегории. Там разберутся. Там разберутся кто почем. разберутся. Ваш аллегории. сколько вам заносили, да? В ваш аллегориях там разберутся. Это когда студентам там типа двойку ставлю, там что-то такое. Они, естественно, апеллируют, там всякие слова говорят. Ну, я к тем типа в учебный отдел, там идите, там разберутся. Там, конечно, никто ничего разбираться не будет, им дальше кого-нибудь. там разберутся. Такой вот. Там разберутся. Футболисты вы все. Футболисты. Футбол. Вы же любите футбол. Да. Да. Замечательный вид спорта, очень популярный, как ни странно. А почему странно? Не знаю. Какой-то вот специфический вид спорта. вот у нас хоккей раньше был популярен. И я думаю, что он был популярен потому, что наша сборная играла. Так это вот это было для нас единственное, можно сказать, отдушина такая вот, где не запрограммирован был конец. И более того, в хоккей-то мы всегда выигрывали. Ну, не всегда уж. Ну, почти всегда. Мы много выигрывали. Мы состязались за первое место всегда. Ну, это да, это правда. Это всегда за первое место. Не всегда его получали. Вот. А футбол, вот почему он так популярен? У американцев бейсбол, вообще совершенно непонятная игра вообще. Что в ней интересного? Что-то бегают с места на место, бросают какие-то мячики, другой отбивают. В общем, это смысл любой игры. Для человека это может интересно покидать, да, вот про развлекаться, что-нибудь интересного, я не понимаю. А у них это прям национальный вид спорта. Потому что, ну, я не знаю, как про американский футбол, а про футбол. Это не футбол, же американский футбол другой, это как регби, на регби похоже, да. А футбол, я вам объясню, почему он популярен, потому что здесь сочетание различных вещей и очень важное сочетание, нельзя что-то из этого упустить, это как хорошее кино, да, когда не только, вот, хороший артист, ну, это мало для хорошего кино, да, нужно, чтобы был хороший режиссер, хороший оператор, хорошая музыка, хороший сценарий и хороший артист. И конфликт, на что был, вот, и конфликт. Ну, конфликт на поле понятен, конфликт, он есть по определению. Иногда разгорается. Есть две команды и, в общем, конфликт между ними очевиден. Отличное исполнительное мастерство или послабже, да, умение там за доли секунды обработать мяч, пробить по воротам, обыграть двух-трех соперников, это тоже. При этом есть тут режиссура, да, когда ты... Характер игроков, режиссура, ладно. не только в этом. Хорошую режиссуру не видно. Выходите, ваша команда слабая выходит против, очевидно, более сильного соперника. Вам нужно простроить стратегию игры таким образом, чтобы вас соперник не одолел. 300 спартанцев на этом построено, да, в общем-то. Тут, считаете, вы выходите против клуба, который вам в 10 раз дороже по игрокам, а то и в 100 раз бывает. Вам надо сдержать эту массу, эту мощь игроков, а это выдающиеся игроки. Сдержать наоборот, но некоторым удается. Это мысль тренерская, коллективные действия одновременные, это тоже много. В общем, там много очень интересного в футболе, каждый в этом видит свое, да, кто-то любит индивидуальное мастерство, кто-то любит оценивать тактику, стратегию, кто-то просто любит как ловко забивают мячи, иногда красиво как забьет в девятку, красота, штатки, да, там много интересного. Вот в советское время люди, побывавшие в командировке Британии, они, значит, возвращаются и рассказывают. У них есть какой-то день, там, неделя, когда вот по телевидению идут все-все-все-все-все, так сказать, матчи футбольные, они идут, ну, шли тогда немножко в таком урезанном виде. И вот все очень красиво, мячи летают, там все здорово. Вот такой вот обзор сплошной, как они вот умеют. Они сейчас идут всегда везде, на всех каналах. Ну, Британии, рассказывали про науку. А потом, значит, ну, а как там? А вы знаете, там в Лондоне круглый год что-нибудь цветет. Ты кто ты? Вот типа такого. А теперь сами смотрим телеканал BBC. Снял фильм про войну и мир. И вот уже Наполеон в Москве вот-вот ее покинет. Умирает Андрей Балконский. И под окном растут, распустились цветочки. Ну, понятно, что типа сентябрь месяц распустились цветочки. Зато вы знаете, что книжка вошла в топ-50 по продажам. Книжка, изданная BBC. Нет. Да. Война и мир. Книжка, изданная BBC. Нет. Но издал ее BBC. Нет, может быть, издал ее BBC, но это полноценный текст. Да я понимаю. Я в этом смысле. Они, кстати, сделали еще новый перевод сейчас. Нет. Но вы же я либерал, вам главное сказать нет. Нет, я слышал вчера новости в новостях на нашем. Да я знаю. В новой канале. который никогда не обманывает. На нашем первом телеканале. Но новый перевод, вы представляете, слово такое? Это не значит, что там по-другому все. Да. Новый перевод. Откуда вы знаете про новый перевод? В новостях об этом не говорили. И более того, у них еще... Вы же ли вы читаете какие-то оппозиционные, мерзкие, мерзкие оппозиционные сны? И более того, у них еще появился еще один перевод. Он немножко исправленный. Там немножко подправили Льва Толстого. Вот он пользуется наибольшей популярностью. А с чего вы сказали, что подправили Льва Толстого, а не предыдущего переводчика? А потому что Лев Толстой, ну смотри, ну что он написал. В конце вот это вот Наташа Ростова. Нет, нет, нет. Дело не в этом. Такая замечательная, прекрасная. Вы ходите замуж за Пьера Льва Толстого. За эту противную старого развратника. Вы читали? Вы анализировали? Не, ну они сами так объяснили. Вы либералы, скоты. Так это вы, либералы. Так а мы... И что тут отвечать, не очень понятно. Сейчас они выпустили книгу лучше предыдущей. Или хуже предыдущей. Какие основания для таких выводов, а не каких? Ну вот, кстати, обратно... Вот так я ваяю, и все. Обратный перевод, кстати... И попробуй меня опровергнуть. Когда вот этот вот самый Войновый мир-то с английского-то в переводе на русский, закадровый текст, а эти переводчики совершенно не хотели пользоваться подлинником Толстого. И получилось вот это вот охвестибюль, возьмой вестибюль, вестибюль кленовый с декоративной решеткой от непогоды. Это перевод, обратный перевод с немецкого охвесене-моесене, сененовое-моесене, сененовое-кленовое-решетчатое. Это у Льва Толстого такая шуточка была. Так вот, вот сейчас озвучка этих сериалов вот примерно такая. Это мне один товарищ сценарист, который писал адаптации для американских сериалов, рассказывал, как они пишут сериал. Он писал диалоги, и вот уже утвержденные по эпизодной плану ему дают, он пишет диалоги, эти диалоги отправляются редактору, редактор красным поправляет, не поправляет, а отмечает места, которые ему там не нравятся, или сомнительные, какие-то отправляет главному редактору всего сериала, тот синим поправляет какие-то места, которые ему не нравятся, выделяет. Потом все это вместе с правками переводят на английский язык, отправляют английскому, американскому автору или группа там авторов. Те оранжевым поправляют места, которые им не нужны, в английском переводе с русского. А русский перевод это по их лицензии, да? они пишут, они уже на английском пишут правки, некоторые шутки они там не понимают, это же все переведено на английский, сложно это понять, да. Все это переводится, они пишут свои правки оранжевым, потом все это обратно переводится на русский, уже переведенные правки, обратно переведенные на русский, и говорят, всю вот эту вот оранжево-синю-зеленую хрень присылают мне все вот эти отправки, которые я просто не могу понять вообще о чем речь иногда, да, потому что все это переведено туда-сюда, обратно говорит, ну, рихтую, что я в общем, в меру моего понимания этого дела, ну, так вот такой процесс забавный, вообще мне понравился процесс сам потом начинают актеры, посмотрели на это наискосок и сказали, что в голову пришло да, не, мне вообще один актер говорит я тоже там работал на одном сериале не, не я там знакомый писал и артисты я случайно ну, как-то вот я их знал обоих, да артисты, они другому знакомы не были и я знал, как он его писал, мучительно там, вы веряли каждое слово, каждую букву, каждую запятую, так, знаете, долго и все это такой длинный процесс, со сценаристами вообще любят мучить их, жесткий сценарий называется, да ну, просто ему оплачивают в конце, поэтому его можно мучить, пока он не умрет ну, я все да, а потом все это, естественно на площадку отправляется актер все это читает, а актеры наоборот чем быстрее он сыграет, тем ему за день заплатил соответственно отправил, да, то есть если он долго готовится, за два дня платить а это съемочная группа, не только один актер то есть бюджеты вырастают поэтому надо побыстрее, да, естественно никто их не заставляет ничего учить, они сами он, мне этот артист говорит, да я почувствовал, что это какая-то ерунда, мне не понравилось и мы там от себя сами договорились что-то и там говорили то есть, вот так процесс кинопровизовался там, слушай, вот тут вот мы, за это ведутся долгие споры это мы надо убрать или оставить или это понятно без этого мы и так далее, и так далее, и так далее а он говорит, давай я лучше про яичницу да и ваяй собственно, вот все кинопроизводство вот они секреты того, что мы хаваем интеллектуальные пищи я знаю, кто-то хавает, кто-то не хавает ну, интеллектуальные пищи-то мы хаваем в кино-то ходим ну, не всякий фильм или сериал интеллектуальная пища Из-за интеллектуальной отравы. Все равно же отраву надо съесть. Сначала набывает пища, а потом уже оказывается отрава. Превращается в отраву. Я вам надоел, я чувствую по вашему настроению.